Друзья, в этом уроке давайте с вами поговорим про антинытье. Когда человек работает на работе, наемный сотрудник, он постоянно чем-то недоволен. То есть он недоволен своим начальником, он недоволен своими коллегами, он недоволен государством, правителями, он вообще всем постоянно недоволен. И такие люди, а это очень низкое состояние по шкале тонов, если вы не смотрели, обязательно посмотрите этот урок, состояние, в котором очень сложно делать действия, состояние, в котором ты не берешь ответственность, состояние, в котором ты не берешь авторство. А если вы заходите в предпринимательскую среду, если вы становитесь предпринимателем, если вы хотите быть успешными, зарабатывать много денег, то вам нужно делать много действий. Вам нужно делать действия несмотря ни на что, несмотря какой мир, классный, он не классный, хороший, нехороший и так далее. То есть вам нужно делать действия. И действия ты можешь делать только когда ты принимаешь, что ты автор жизни, когда ты понимаешь, что ты создаешь эту жизнь. Когда ты понимаешь, что начальник на тебя наорал не за то, что он плохой там какой-то козел, а за то, что ну что-то в тебе какое-то есть внутреннее состояние, что они вот так вот срезонировали и выпустились в такую вот игру состояния. он какой-то там злодей, а ты жертва, и вот это вот состояние жертвенности, его надо искоренять себе вообще любым способом, то есть можете читать литературу, заниматься с терапевтами, я в своей жизни очень много занимался, чтобы это состояние во мне было как можно меньше, то есть чем больше вы автор, тем проще вам делать действия, чем меньше вы ноете, чем больше вы ищете позитивного, чем больше вы благодарны за какие-то события, даже и негативные в своей жизни, чем больше вы смотрите, ага, вот событие произошло, да, оно там больно мне принесло, но в нем же есть еще и урок, в нем есть какая-то ценная информация, которая позволит мне совершить дальше прорыв, чем больше вы будете думать и мыслить вот так вот, тем проще вам будет двигаться, потому что желательно, чтобы каждую ситуацию вы могли бы переворачивать, сразу делать вот такой вот рефрейминг, что-то произошло, да, можно увидеть негативное, да, можно увидеть и позитивное, и полезное для вашей жизни, и полезное для вашего проекта, И желательно всегда подмечать вот это вот полезное. И нытье – это прям как смертный грех предпринимателя. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. То есть, когда вы погружаетесь в нытье, вы начинаете прямо наслаждаться страданием, вы начинаете наслаждаться плохими эмоциями. И тогда что происходит? Тогда вы начинаете притягивать эти самые плохие события, эти самые плохие какие-то ситуации. Потому что у нас есть, еще раз, только концентрация внимания. На чем мы концентрируемся, тем мы и становимся. То есть, если мы концентрируемся на богатстве, если мы концентрируемся на изобилии, если мы концентрируемся на том, что уже всего достаточно, что очень много ресурсов, что люди классные, что дали всего и все уже достаточно, то это так и будет. И будут ресурсы еще больше притягиваться. Если мы концентрируемся на том, что там чего-то недостаточно и чего-то там не хватает, то так тоже и будет. И это внутреннее состояние, оно будет притягивать также плохие события. Поэтому очень сильно контролируйте то, когда вы обвиняете, то, когда вы чем-то недовольны, когда вы вышли из состояния благодарности. Это очень сильно деструктивно сказывается на ваших финансах и сказывается на вашем бизнесе. Поэтому моя большая рекомендация – просто запретите себя ныть. Или найдите себе какого-то терапевта. Я, к примеру, прорабатываюсь регулярно, прорабатываюсь просто постоянно. Постоянно два или три раза в неделю занимаюсь разными психологами, терапевтами. То есть кому-то, кому я могу вылить вот это все внутреннее, что со мной происходит. Естественно, я человек, и со мной тоже происходит каждый раз очень много всего. Поэтому найдите просто психолога, аналитика, коуча, еще кого-то, кому вы доверяете, кому вы будете выливать весь ваш внутренний негатив. Без разницы, сколько у вас денег, всегда таких людей можно найти. И старайтесь контролировать себя. Когда вы вышли из состояния благодарности и упали в обвинение, упали в нытье, реально, если вы посмотрите, то очень близкие какие-то негативные события, которые с вами происходят, к вот этим состояниям. Да, вот ты там на кого-то наорал, наругался, там пронегативил, и потом бац, там, не знаю, попал в аварию, или там бац, что-то с тобой случилось. То есть эти вещи, они очень сильно связаны. Поэтому если вы хотите делать много действий, если вы хотите быть успешными, если вы хотите, чтобы у вас все получалось легко, то контролируйте то, как вы мыслите, контролируйте, что вы говорите, контролируйте те эмоции, в которых вы находитесь. Потому что это очень сильно влияет на деньги. Если вы на кого-то решили погневаться, то лучше выберите паузу и погневайтесь, там, на подушку или там как-то еще. Но контролируйте вашу внутреннюю среду. Она выливается в те внешние результаты, которые вы получаете. Продолжение следует...